Всем огромный привет! Сегодня будет самое спонтанное видео на моем канале, потому что мне привезли две огромные посылки. Я сейчас их буду тащить сюда и распаковывать. Это будет маленькая затравочка для следующего видео, где я планирую все перемирать. Ох, мне добрый знак! Я какое-то время думала, надо ли это видео снимать или нет, потому что уверена, что найдутся люди, которые мне скажут, ну ты зажралась и таких будет немало. Я даже не знаю, что сказать. Гарик, видишь, что тут вообще-то пробу дойдет в свое оправдание. Я наткнулась на сайте Майкл Корс на распродажу. Ранее у меня были какие-то хаотичные заказы и какой-то глобальной распродажи я не видела. Сейчас вот на момент заказа там распродавались остатки вещей, причем по стоимости равной масс-маркет. 30-50 долларов за вещь. По качеству Майкл Корс это просто копейки, потому что все, что у меня есть, носится годами. И спустя вот реально у меня кошельку, ну года два точно, выглядит просто как нового. Не потерся, вообще ничего. И я за это очень уважаю Майкл Корс. Вообще у Бандерольки есть фишка, да, я заказывала через Бандерольку. В основном заказываю через них. Знаю, что есть еще другие сервисы, но как-то я привыкла. Плюс у них куча дополнительных фишек всяких, а там помощь при покупке. Потому что Майкл Корс хитринки, они даже на адреса посредников не доставляют. То есть только на лично сфотографировать вещи, когда посылка приходит, потому что бывает непонятно, что именно пришло. Они там фоткают вам каждую вещь в разных ракурсах. Смотрите, как Гарику интересно. Вам не видно? Вот тут вот любопытная морда. Куда ищет? Как будто хоть раз. Что-то ему приходило. Прям такое любопытство. Опа! Так, надо главное соблюдать этики, да и не строить дурацкие ложи. В моем случае это очень сложно, очень сложно. Я буду стараться. Значит, первая штука, которая идет, это мягкучка такая, чтобы ничего не повелось. Хотя пицца нечет, но видимо заполняется свободным расстраиванием. Сейчас я, короче, в кстазе реально биться буду. Это, это сапожки Майкл Корс. Вот сейчас не буду врать, они стоили где-то долларов 70. Дорого это или нет? Ну, вы знаете, с учетом того, что это бадфорты, это вообще копеечки. Копеечки. Копеечки несчастные за вот такие классные серые бадфорты. У меня есть черные замшевые, и они не под все подходят. В общем, очень хотела себе Майкл Корс. Мне нравится, что Майкл Корс частенько варит. Съела вот такие вещи, они типа классические, но у них есть какой-то перец. Вот прямо так ненавязчиво выглядывает между фактур. Там, знаете, за каблуком вот здесь вот этот вот ремень. Ну, почти байкерский. Не знаю, такой вот классный. Что-то в стиле металлика. Мне очень нравится. Волк там. Сзади тоже ремень такой, похож на портепею. И крутой, устойчивый каблук. Следующее это платье. Я его узнала, прям за километр. Вот оно, как бы красиво. Оно тоже, видите, с одной стороны, ну, такое достаточно женское. Оно тоже стоило на распродаже долларов 30. V-образный вырез, довольно остренький. То есть он классно будет удлинять шею. Оно оттенок бордовое, черный. Вот. Причем немножко, как бы, намек на романтику и женственность. Потому что это кружево. Но оно такое, вот знаете, затемненное, драматическое. Поэтому никакой вообще няшности нет и в фамини. И классная длина миди. Дальше жакет. Однобортный. Классика. Вот это чисто база. Если удастся охватить Майкл Корс, и они на вас нормально сядут, это будет просто песня. Это вообще такое достаточно специфическое удовольствие. Когда ты пользуешься качественной вещью. И каждый раз, когда ты с ней соприкасаешься, тебе радостно. Тебе приятно. Так, еще тут что-то из обуви. Туфли. Блэ. Блэ. На умеренной шпильке. У меня когда-то были черные туфли. Но у них очень быстро счесался каблук. То есть была вот такая вот об камень. Я надеюсь, что хотя бы по особым поводам меня Серега будет возить на машине. И не будет нужды по колдобинам идти 20 минут по нашим асфальтам, где перепад камней, не знаю, сантиметров 30. То есть ты если каблук не сломаешь, как минимум все вот здесь вот, всю кожу пообдираешь. Так, следующее, что у нас, что у нас, красные лодочки. Я очень давно себе хотела какие-нибудь яркие лодочки, да, на каблуке, чтобы если я вдруг, ну как-то, короче, если мне хочется сделать цветовой акцент, и это там не банк на голове и не брошь на подбородке, вот вы вся такая идете, знаете, в закрытой кофточке, миди-юбке, и ничего не предвещало, и бах снизу красные туфли. Ну, кажется мне тоже, что это будет классный перец. Так, ну вот, пожалуй, в первой коробке все. Идите сюда. А вот оно, а вот оно. Так, надо проверить, чтобы ничего не затесалось. Ой, тут какая-то визиточка. Happy New Year, Бандеролька. И начинаю вскрывать вторую коробку. Это свой черный-черный пакет. Бандеролька умеет запаковывать, конечно, так, что потом, если вдруг на таможне придется, не знаю, мысль все это вскрыть, они 10 раз погуляют. И, кстати, ни одного раза, по-моему, вскрытым ничего не приходило. То есть проверенным таможником, везде даже секьюрити-лента, целостность и сохранность. То есть этот приемчик, знаете, работает. Что же здесь мы видим? Шампка с помпоном. Сейчас посмотрим, насколько она соответствует тому, что было на сайте. Я ее заказала в Аутлете 6PM. Мой любимейший Аутлет. Там бывают просто шоколаднейшие предложения, но их мало, как правило. И есть распродажа Кельвин Кляйн. Там можно пальто Кельвин Кляйн уже долларов за 50 найти. Не так гламурно. То есть я не видела на сайте блестки. И просто мне показалось, что она сделана мультицветной. из нескольких связок ниток. То есть такая универсальная шапка. Хотелось вот именно у меня такой дурацкого с помпоном. От Виктории Сикрет тут мне пришли труселя. Приятно их носить. Они, знаете, все такие эргономически продуманы. У них много красивых хлопковых моделей. В частности, допустим, с не хлопковым кружевом. Но вся основная часть именно с хлопком. Фишка вот в этом шве. Вот этот шов на попе. Он очень классно подчеркивает ягодицы. Я, кстати, себе такой купальник хочу. Потому что, ну, в общем, все где надо. Вот видно, что у вас ягодица не моноорган. Такой одна большая половина сливы. А вот персик самый на нем стоящий. Так, и заказала еще какой-то огромный, гигантский пришел бустик для спортивных занятий. У них есть маленький объем под грудью и большие чашки. В общем, несмотря на то, что сейчас мне это кажется каким-то невообразимым. Но, как показала практика, все, что кажется огроменным на первый взгляд, в итоге на меня идеально садится. Вот. И на мне это кажется очень нормально. Вообще все супер. Ну, думаю, что тоже подойдет. Видите, здесь молния. Главное, конечно, чтобы она в самый неподходящий момент не расстегнулась. Хотя, вот смотрите, тут снизу еще вот на такой застежке как бы потайная часть. Так, пальто это тоже с 6PM. Вот такое серое. Помните, я заказывала себе пальтишко от Джессики Симпсон и косякнула с размером. То есть заказала S вместо M. В общем, оно у меня не застегивалось на грудь. Ребят, я его, в общем, подарила сестре, поэтому у меня опять нет серого пальто. У мамы размер больше, чем у меня. У сестры меньше. Я посередине. Если я в той или иной стороне ошибаюсь, мне как бы есть кому сплавить вещи, и все будут рады. В общем, такой вот пальтишко-то видовое. Мне очень нравится, что у него какая-то была скидка, по-моему, 80% в вес пига. Производитель. И что он, видите, такой... На самом деле, блин, он черно-белый. Но из-за того, что вот это все смешивается, получается средний цвет как будто бы серый. С вставочками из-за кожи. Так, что... Где там мои трясущиеся ручки? Алиса сейчас чувствует, думает, надо потом баба придет рассказать, что с мамой что-то не то. Это пальто с огромным содержанием шерсти от Майкл Корс, темно-синего цвета. Что мне не очень в нем понравилось, это то, что у него, ну, как бы, если в расстегнутом виде довольно большой воротник, вот этот угол здоровенный, и, соответственно, ну, он может еще больше грудь увеличивать. Но я его планирую носить именно вот так, в засегнутом варианте. Оно безумно, вот мне понравилась на модели, да, смотрится очень строго. Ну, вот такой чистый casual выдержанно. И стоило оно шерстяное пальто Майкл Корс, цена 97 баксов. Ну, не только шерстяное, но еще с кашемиром. Вы посмотрите на это. Ну, за еще содержание кашемира обычно там не меньше 10%. 97 баксов, это 5,5 тысяч за пальто Майкл Корс. У нас в магазине есть в Краснодаре, где продаются вещи. Там какая-то несчастная майка, которую уже просто замусолили, она вся в тональнике, там, стоит, ну, 15-20 тысяч. Маме такой кошелек заказала, я ее в последний раз привозила из Испании. В общем, он уже что-то пришел в негодность, она не любит большие кошелечки. Такие вот, тара-та-та, на плече, которые носить надо, или которые одним концом стоят в сумке, а второй, знаете, там, торчит гламурно. Ну, мне нравится такой, чтобы помещался в руке. Ну, в общем, это из софьяновой кожи. У меня есть точно такой же кожи в мой кошелек. Он неубиваемый, просто сумки неубиваемые. Они очень стойкие к истиранию, поэтому, видите, такой вышневенький. Думаю, она будет рада. Здесь отделение для мелочей. Сразу скажу, почему ты не заказываешь Сережек, например? Он не хочет. Я ему постоянно предлагаю, говорю, я буду делать заказ. Вот тебе ссылка на аутлет, вот тебе ссылка туда-сюда. Он, ему вот надо все пощупать, все посмотреть, все потрогать, все выбрать. Как бы без его участия, это вообще не мой номер, чтобы заказывать, потому что забраковывается обычно все. Свитер. У меня тоже со свитерами трабл, особенно с натуральным составом. Вискоза, нейлон, шерсть, хлопок, кашемир. Да, то есть довольно много всего. И на ощупь, он, знаете, такой вот мягкучий-мягкучий, совершенно не колючий. И что очень важно, он необъемный. То есть, когда вы боретесь за каждый миллиметр своего тела, очень большое внимание надо уделять, чтобы вещь не была вот с такими косами. Во-первых, потому что все эти косы у меня вот тут расходятся. Кстати, он, видите, не слишком белый, потому что мне очень-очень белый не идет. А вот именно кремовый, слоновая кость, парка. В общем, мне недавно пришла от Квелли парка, но я этот заказывала еще до того, как выбрала там. Поэтому, кстати, она, блин, уже я чувствую, что больше не парка, а как очень теплый акурт. Какие-то ужасные баклажаны, меха. Вот такой вот производитель, кто его знает, напишите. Так, что это? Что это, что это, что это? Я люблю всякие ручки, потому что... А, это Nine West. Ну, мне сразу кажется, что тебе какой-то подарок выручили, не планово. Но сейчас посмотрим. А, я, по-моему, не знаю, что это. Это голубые ботинки. Тоже на 6 п.м. Давно-давно-давно хотела. Вот такие себе чумачечьи ботинки. Они маленькие. Здесь вот мех торчит. И они прямо, знаете, такие вот габаритные. То есть, у них тракторная подошва, хотя они очень толстые. Потому что, когда ты в теплой куртке, вот здесь у тебя сверху такое все объемно. А снизу две маленькие ножки, на которых два маленьких ботиночка. Это смотрится на муравей муравьем, реально. Никто не будет рассматривать, что ты там сделала чес, накрасилась. Все будут смотреть, что у тебя маленькие тонкие ножки, а сверху очень-очень большие плечи. Я хотела уравновесить все это дело, чтобы в теплой куртке торчащие ноги у джинсов, допустим, заканчивались тоже каким-нибудь габаритным шариком. И они, знаете, могут сыграть тоже на контрасте, вот, допустим, как косуха. Главное придумать с чем. Косуха может даже с кружевным вечерним платьем удачно сочетаться. От Майкл Корс. Балетки. У меня нет нормальных балеток. Есть какие-то бабушки, у меня большой блянба наверху. Я просто держала как дежурный вариант, и очень-очень-очень мне хотелось, знаете, балетки на случай, если вдруг надо будет, допустим, много ходить, и каблук как бы никак мной не вылезется. Но, чтобы это не смотрелось, как тапочки, как чешки. Ну, вот, что мне в этих понравилось? Опять же, вот эти ремешки, которые обрамляют ногу, смотрятся, ну, тоже мне напоминают кабуру полицейскую. Остренький носок и наличие каблука. Вот, хоть небольшой, но это не чешкообразное отсутствие каблука, когда пятка ставтывается. Вот с этим заказом, если честно, мне кажется, я чуть-чуть лоханула. Я себе хотела слепоны. Выбирала тоже между Корсами и этими. Но меня подкупило то, что эти стоили долларов 50, Корсы стоили 70, и вот изначально цена вот этих была чуть ли не 300. То есть, они из натуральной кожи, которая выделана, как вот падда крокодила. При этом они, видите, такие стальные. Очень мне нравится серебристая обувь. Вот в аксессуарах что-то такое футуристическое, необычное. Ну, привлекает помимо классики. Иногда хочется, знаете, внести фотодинамику в свой образ. Вот, но честно скажу, когда я их увидела на бандерольке, мне фоткали посылку, и мне показалось, что я в них буду смотреться немножко несуразно. Нормальные люди это делают до того, как заканчивают заказ, но мне теперь придется думать, с чем их носить. Отмечу, конечно, что листавка дело не дешевое, поэтому выгоднее всего, если вы там скооперируетесь с подружками. Потому что, если заказывать небольшое количество вещей, то за сам факт, в принципе, доставки вы платите уже, ну, там, какую-то базовую стоимость. Но если чуть-чуть еще вещей добавится, то цена увеличивается не сильно. Вот и все. Я думаю, на сегодня это перебор. И как все я перемерю, освою, обязательно сниму видео, где я уже расскажу, что подошло, что маленькое, что большое, как там с размерами, обуви дела обстоят. И, надеюсь, это тоже вам будет очень-очень интересно, не менее интересно, чем сегодняшнее видео. Так что всех сил. У меня уже, блин, Серега звонит. Алиса пищит. Алло.